сертификат ну и в общем то вот еще что хотел спросить как вы относитесь к загадкам ну даже наверное так отгадайте загадку что такое по потолку бегает и лампочки сосет ответ по традиции в конце видео ну и давайте приступим вы наверняка помните что у нас в identity сервере который собственно говоря он есть в наборе наших созданных проектов есть вот этот вот developer signing credential то есть вот этот вот как раз строка создает непосредственно вот этот вот файл который тоже замешан в этом генерации этого сертификата и в общем то для того чтобы это стало похоже на production код вот эту штуку соответственно нужно отключить и собственно давайте покажу что вместо нее нужно сделать ну во первых ее нужно отключить и добавить add credential sign in credential сюда как вы видите нужно добавить сертификат причем этот сертификат может быть ну вернее это может быть sign in credential или sign key то есть на самом деле вариантов много я буду использовать сертификат что на самом деле проще ну и я вот так вот напишу здесь сертификат а вот здесь вот я буду его создавать то есть var сертификат ну вернее даже да я вас наверное обманул потому что я его создавать не буду я покажу как его создать но он у меня уже готов вернее давайте тогда я его сейчас пересоздам ну и для начала тогда нужно мне создать вот такую штуку и здесь как вы видите если я сейчас поставлю нажму здесь F12 то Visual Studio предоставит мне возможность генерации этого сертификата в том числе смотрите я могу здесь где-то тут есть вот файл name да я могу сказать файл name паспорт и storage или файл name и паспорт я буду вот этот вот использовать сигнатуру для того чтобы сгенерировать этот ну подключение то есть не сгенерировать а подключить сертификат к identity server ну и для того чтобы мне соответственно его получить этот сертификат мне нужно взять что-то ну пусть будет этот файл пас какой-нибудь вот так вот я напишу и здесь я должен написать что-нибудь типа того что там какой-нибудь комбайн и вот здесь я должен подставить название файла и собственно говоря директорию где он лежит и вот этот вот файл пас я должен отдать сюда и еще указать вот этот вот паспорт но у меня он будет в стринговом варианте пусть будет вот так вот то есть осталось дело за малым смотрите ну во-первых мне нужно добавить сюда так называемый environment то есть среда окружения которая будет мне которая мне скажет environment которая мне как раз подскажет где находится мой ну то есть где находится мой сайт вернее его корневая папка я поэтому создам по образу и подобию с configuration read only да вот так вот private свойства и так как у меня уже есть вот это свойство environment я могу вот здесь обратиться к нему и сказать что я хочу контент root path то есть это как раз корневой каталог моего сайта ну и естественно мне сюда нужно добавить название файла ну пока у меня его тоже нету то есть как только у меня появится вот это вот название файла то есть сам файл я смогу подключить через пароль и вот этот сертификат отдам сюда ну и в общем чтобы не затягивать с видео хочу побыстрее вам сделать я сделал статью в своем блоге собственно говоря я писал что это такое сертификат как вы понимаете это ваш собственный сертификат подписанный закрытым ключом который вы сами подписываете ну вот поэтому так называется self-signed и для чего он нужен мне не получилось придумать пример да ну собственно говоря если вы девелопер то возможно да вам потребуется если вы там сис админ и поднимаете свой домен контроллер то вам тоже собственно говоря потребуется но если вы попробуете выложить этот сертификат в интернет он естественно будет невалидный но это же другая история с сертификатами разбирайте сами это ваше домашнее задание я просто хочу показать как это можно сделать ну на самом деле я вот нашел три варианта реализации смотрите первый вариант это через поваршелл то есть когда мы определенными командами создаем сертификат то есть вот вы видите что тут как бы ну в общем если интересно можете собственно говоря потыкать и поделать есть описание которое в майкрософте существует то есть вот эта команда как она работает ну собственно говоря здесь есть и примеры использования этой команды тоже на самом деле можно сообразить как это сделать ну еще есть вариант через openssl когда вы ну то есть вот генерировать сертификат и здесь использовать специальные тоже команды для openssl ну чтобы сгенерировать этот сертификат в общем на самом деле вариантов много но я вам покажу еще один вариант который использую я обычно он называется через csharp да ну то есть не через то место которое обычно когда говорят а вот именно через csharp на самом деле это очень простая утилита ну даже не утилита да это набор кода который можно сделать то есть у меня есть определенный файл который позволяет задать параметры вот он сейчас перед вами на экране потом у меня есть метод который принимает этот вот самый в смысле сертификат options да вот эти параметры конфигурации и у меня есть метод который собственно говоря вызывает этот ну создает параметры дергает этот метод и я это использую в линкпаде давайте я вам покажу как это работает ну вот у меня загрузился линкпад вот собственно говоря этот самый текст ничего хитрого в этом нету вы в общем-то можете и консольное приложение создать но я сделаю это вот таким вот образом control-v и вот у меня ну помимо того что нужно установить namespace сейчас я это сделаю using и вот здесь вот тоже using вот то есть вот все у меня готово ну и как вы видите у меня я вот специально подставил чтобы не тратить время я буду создавать identity server это common name это то наименование которое будет видно в самом сертификате и название сертификата вот он паспорт я давайте его скопирую сразу и засуну его как вы понимаете вот сюда да правильно да правильно чтобы потом не обделаться так сказать ну и в общем что мне теперь нужно я его сохраню в папку d temp ну давайте так и сделаем кстати вот эта цифра это говорит о том на сколько лет этот сертификат валидный по умолчанию один и я собственно говоря могу убрать ее здесь пусть будет на один год валидный ну а здесь происходит генерация сертификата причем здесь два варианта да pfx и собственно говоря ср таблик ой сер вот то есть поэтому в общем-то вы можете это использовать как хотите то есть методы можно просто взять вот этот метод и все вручную написать неважно давайте я запущу эту штуку мне выдалось сообщение successfully created теперь мне остается всего лишь навсего скопировать этот файл ну в частности меня интересует pfx вот он я его копирую в identity сервер что-то он не копируется давайте по-другому попробуем вот так не хочет копироваться ну ладно ну я догадываюсь почему это происходит потому что у меня эта папка занята видео записывается и здесь вот камрек это как раз заблокировало мне копирование ну я просто сделаю по-простому я смотрите вот так вот нажимаю добавить exist in item я выбираю этот pfx нажимаю добавить вот он появился собственно говоря мне теперь ничего не мешает запустить проект а нет вот я не люблю namespace надо почистить и теперь я запускаю проект у меня запустится identity server и mvc и как вы понимаете у меня уже используется для этого сертификат я просто хочу продемонстрировать пока он запускается то есть developing signing credentials отключены а запускается уже используется сертификат ну и вот мы видим белую полоску я удалю смотрите я нажимаю секрет пошел на сервер дошел до сервера identity server мне ответил я хочу логин не авторизовался то есть identity server работает если сейчас здесь нажму F5 я уже вот он залогиненный и нажму это показать гранц в общем-то собственно говоря вот все перед вами ну и последнее что мне осталось делать в этом видео это ответ дать на вопрос который на загадку которую я задал в начале ответ такой это потолковый лампосос на этом все всего доброго пишите комментарии шлите деньги в общем ставьте лайки ну и т.д. и т.п. всем пока до новых встреч до новых встреч субтитры